Всем привет! Продолжаем путешествие по книге антология поэта Первой мировой войны составитель Анатолий Соколов и редактор Борис Орлов Сегодняшний поэт Георгий Венус Итак, Венус Георгий Давидович родился в декабре 1897 года в Петербурге сам из семьи немцев-летейших в 1915 году окончил училище при Евангелической Литеранской Церкви Святой Екатерины был настроен очень патриотически и поступил в вольноопределяющимся в Лейбгвардии Гренадерский полк затем в Павловское военное училище и уже в феврале 1917 года в чене прапорщиков был отправлен на Юго-Западный фронт был ранен, награжден Георгиевским крестом несколько слов о Георгиевском кресте Георгиевский крест знак отличия военного ордена причисленная к ордену Святого Георгия награда Русской императорской армии для нижних чинов с 1807 по 1917 годы знак отличия военного ордена является высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля после революции некоторое время жил в Петрограде но, естественно, был арестован как бывший офицер царской армии вскоре его освободили из Петропавловской крепости он, видимо, не стал долго думать быстро перебрался на оккупированную немцами Украину в период гражданской войны служил полку армии Деникина в Дроздовском добровольческом офицерском полку был ранен, эвакуирован в Константинополь в 1922 году перебирается в Берлин знакомится с русскими литераторами начинает писать стихи, прозу через некоторое время подает представительство РСФСР в Германии прошение о реабилитации в 1923 году реабилитирован получил советский паспорт и в мае прибыл в Ленинград в 1926 году до этого были опубликованы его первые стихи в Берлине в 1924 в 1925 вышел единственный сборник стихов называется «Полустанок» печатался в литературном приложении к газете накануне несколько статей были опубликованы в России до того, как он прошел реабилитацию работал на автобиографической книге «Война и люди. Исповедь. 17 месяцев с дроздовцами» этот роман был о добрым, горьким переведен на немецкие и чешские языки издавался в СССР даже 4 раза начал писать книгу о зарождении фашизма в Германии роман «Стальной шлем» затем был роман «Молочные воды» где, в общем, автобиографический роман был но критикой был встречен отрицательно в 1935 году Венас был арестован, сослан, жил в Куйбышеве работал быкновенным бакенщиком продолжал писать, закончил вторую часть романа «Молочные воды» об эвакуации частей Белой армии несколько раз писал Толстому где говорил, что в последней моей работе нет ни одной стройщики за которую я не ответил и своей совестью 24 января 1938 года Венас был арестован и через год, это в 1939-м скончался в Сызранской тюремной больнице в 1956 году реабилитировано вот такая судьба человека видимо, таких судеб было огромное количество в то время ну и несколько стихов из его тетради, из его публикации вот первое, без названия он придет, чтоб долгое страдание озаглавит словом перелом чтоб расставить знаки припинания нас судить за письменным столом он придет, не знавший бездорожье и огнем замызганных путей чтоб сложить к великому подножию только ряд написанных статей пулеметом сломанные кости черепа, пробитые свинцом он привычным расчерком отбросит закруглив итоги пред концом я не знаю, будут или не будут бить в окно упрямые дожди в эти дни последних пересудов и раздумий хмурого судей я не знаю, будут ли валиться хлопья снега с рваных облаков в дни, когда чернилом заструится наша кровь зазубленных штыков вот такое стихотворение написано в 1925 году видимо, как раз это переходный период между Берлином и Ленинградом в то время а вот еще одно стихотворение стихотворение такое называется походное не солдат играет штыком штык ведет за собой солдата красным золотом за полком раздает нам пожар плату ловит штык острею луча для солдата посев крапива эх, лети же свинец саранча в золотую зарю Ниву если прежде могла пыль заглушить на штыках пламя то теперь солнце в кусты опускает как враг знамя вот такое вот стихотворение еще одно стихотворение тоже без названия там где хата разбитые двери нищету уронила как мост где горело дерево мерит, а заре свой ненужный рост где стрелковая цепь проходила своим флангом скосила ячмень полковая двуколка тушила красной пылью пожар, деревень ночь качалась, за лесом ветер рвал осучий лоскут огня сердце ждало команду встретить залпом дрожжи атаку дня но всю ночь в березовых чащах рассыпалась дрожь стрельбы точно враг пулеметом стучащим и нам подсчитывал шаг судьбы он валил тишину как стены под которыми грунта нет ни туман над кровавой пеной перекрестном дрожал огни но когда в листве дозвенела убегая стрельбы волна повалившись тяжелым телом придавила меня тишина видите такое тоже своеобразное интересное стихотворение ну я думаю хватит собственно говоря читать стихотворение вот такая судьба поэта Георгия Венуса поэта, воина который в 1897 году в Петербурге родился и в 1939 году умер в Сызранской тюремной больнице судьба ну вот и все всем привет, до свидания Музыка 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 Продолжение следует...